Ильчибей посылает в Генжу войска. В ответ Сурет двинул свою армию на Баку. Он открыто заявляет, что повесит Ильчибея и всю его команду на главной площади. Все попытки договориться с Суретом безрезультатны. И тогда парламент Азербайджана обращается за помощью в Нахичевань. Гидару Алиеву. Алиев выдвигает два главных условия. Ему нужно время. И только после переговоров с мятежниками, узнав ситуацию, он может предлагать какие-то решения вопроса. И главное, все происходящее в парламенте должно транслироваться в прямом эфире. Ильчибей согласен. У него нет другого выхода. Эти дни вся страна не отходила от телевизоров. В парламенте паника, отставки, крики. А в это время Алиев один, без армии и оружия, шел на переговоры с мятежниками. Он был уверен в своих силах, что он для народа своего может сделать больше, чем Ильчибей. И люди это поняли. И для меня было просто личное удовлетворение сказать, ну какой молодец Гидару. Что он понял эту ситуацию, что надо там приводить как-то к согласию. И пошел. Пошел на это. Это был рискованный шаг вообще. Опытный политик прекрасно понимает, чего хочет бывший директор шестобитной фабрики. Он хочет власти. И Алиев предлагает ему эту власть. Должность премьер-министра. Он понимал, что в тот момент Сурет Гусейнов был окружен не только Орелом национального героя. За ним стояла часть армии. Чтобы преодолеть раскол в обществе, Алиев пошел на компромисс. Он дал Сурету шанс проявить себя как государственному деятелю. В тот период в Азербайджане возникло очень много различных политических сил. И Алиев хотел, чтобы они объединились и вместе управляли страной. Одним из таких лидеров был Сурет Гусейнов. Он, как и другие, получил власть. Но немногие из них смогли у власти остаться. Но первым показал свою неспособность управлять ситуацией Ильчибей. У него просто не выдерживают нервы. Ночью он садится в президентский самолет и берет курс на Нахичевань. Он улетел в родное село Килики и оттуда намерен управлять государством. Ильчибей рассчитывает, что вернуться в Баку ему помогут западные державы. Народ разочарован. За два года это уже третий по счету глава государства, который в момент кризиса сбежал из президентского дворца. Власть Народного фронта полностью себя дискредитировала. На проведенном референдуме 90% населения проголосовали за отставку Ильчибея. Новые президентские выборы назначены на 3 октября 93-го года. Вообще народ хотел правителя. Народ хотел своего национального лидера и спасителя. То есть вот этот был глаз просто, кто же нас спасет. Весь свой опыт, все свои силы я отдам процветанию азербайджанского народа и Азербайджана. Трудно словами передать, что в тот момент чувствовал этот 70-летний человек. Прошедший долгий путь от вершин советской власти через падение, забвение, крушение государственного строя, унижение, клевету, смертельные угрозы. Снова вершине власти уже в новом государстве. И эту власть ему доверил его народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова